Я приветствую всех зрителей YouTube-канала Ходорковский Live. Меня зовут Богдан Бакалейко, и это программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях. Для начала попрошу вас поддержать нашу работу. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и мы начинаем. В нашем эфире Андрей Мовчан, финансист и основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанз Групп». Андрей, здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы начать сегодняшний наш разговор с российского бюджета. Издание «Блумберг», как обычно, это уже какая-то традиция для них, заранее узнает примерный проект бюджета Российской Федерации на следующий год. Понятное дело, что это все относительные цифры, но, тем не менее, плюс-минусы они как будто бы такими и должны быть. Военные расходы в очередной раз вырастают на 22%, при этом все остальные расходы либо остаются на том же уровне, либо сокращаются. И в целом на оборонку и силовиков в следующем году потратят 40% от всего бюджета. Как бы вы охарактеризовали этот проект? Ну, мне кажется, вы его очень хорошо уже охарактеризовали. А что, собственно, про него говорить? Да, бюджет, ну, сравнительно характерный. И, кажется, в нем начинают проявляться те вещи, о которых в теории только известно из учебников, о которых говорили некоторые экономисты и год, и два, и три назад, которые говорили, что война сама по себе экономически – это не просто когда вы воюете и тратите на войну деньги. Это еще и перестройка экономики, и перестройка интересов и потребностей элит и стейкхолдеров. Это и ситуация, при которой возврат назад, разворот становится очень тяжелым, потому что перестраиваются экономические агенты под определенный способ существования. И вот то, что мы сейчас видим, то, что еще, скажем, год-полтора назад сами прогнозисты и бюджетные работники Российской Федерации полагали, что расходы на войну будут сокращаться, они растут очень резко, и они уже начинают добираться до уровней, сравнимых с уровнем китайского бюджета на оборону, при несравнимом размере армии и уровне вооружения и так далее. Это говорит просто о том, что действительно страна перестраивается на перераспределение и потребление от войны. Конечно, здесь дело не в том, что нужно больше, скажем, танков. Танков, ну, наверное, нужны новые танки, безусловно, да, но дело далеко не только в этом. А дело еще и в том, что нужно все больше и больше закупать за рубежом, потому что индустрия военная, оборонная индустрия в России не справляется с потребностями. А не справляется она с потребностями не только потому, что нужно много на войну, а еще и потому, что образовался уже целый класс бенефицаров, которые зарабатывают на создании военной продукции, им нужно создавать больше. И, судя по цифрам, этот класс бенефицаров очень высоко стоит сейчас в самой системе, и они впрямую могут влиять на принятие решений, сколько денег тратить. И это значит, что вот такая внутренняя, самостоятельная гонка вооружений, гонка самим собой будет сейчас только разворачиваться и раскручиваться. И вне зависимости, на самом деле, от того, закончится горячая фаза противостояния в Украине или нет, все равно военный бюджет уже, так сказать, doomed to be bigger. Он обречен быть больше и больше и больше, потому что освоили, потому что понятно, как его использовать, потому что понятно, как на этом зарабатывать, зарабатывать, потому что понятно, зачем это нужно. Вот это, собственно, то, что можно увидеть. Причем надо понимать, что военный бюджет же не только то, что обозначено, это еще и большая часть секретных статей, и это еще и достаточно большая часть несекретных статей. То есть, скажем, инвестиции государству в экономику на сегодняшний день, бюджетные, это все равно будут военные инвестиции, потому что это самая горячая область, самая нужная область сейчас. И это прямо или косвенно будет тоже идти туда. Ну и большой вопрос, а что будет, так сказать, когда, там, скажем, цена на нефть упадет когда-нибудь, да, и подобные бюджеты будут непозволительны, да, потому что это будет, так сказать, последняя крепость, которая будет защищать элита, которая научилась на этом зарабатывать. Ну вот, хотелось бы, да, как раз про нефть еще сегодня поговорим, понять про вот эту военную экономику. То есть, в общем, она и дальше будет набирать траты именно в разделе война, то есть и в 26-м году это тоже будет, потому что тот же Минфин прогнозирует, что, ну, так или иначе, траты на оборонку будут сокращаться. Ну, Минфин прогнозировал, что они будут в 25-м сокращаться, если помните. Тогда они еще были одурманены. А теперь уже... Да нет, почему? Это нормальная практика, нормальная логика. Минфин в каком-то смысле не может и не должен принимать во внимание те факторы, о которых я сейчас говорю. Да, Минфин должен считать, сколько надо, условно говоря. А потом, в момент, когда нужно выдавать реальный бюджет, будут приходить, ну, опять же, грубо очень говоря, будут приходить лоббисты и объяснять, сколько посчитать. Поэтому на 26-й год это будет выглядеть как уменьшение, а потом придет бюджет 26-го года, это, возможно, будет опять увеличение, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще, военная экономика, оборонная промышленность и все это имеет... Это военная экономика шире, чем оборонная промышленность, конечно. Это очень вкусный, очень удобный и, пожалуй, самый лучший способ перераспределения для элита. Потому что там нет мультипликатора, то есть невозможно через год-два задать вопрос, а зачем в это инвестировали. Все равно нет мультипликатора, поэтому ответ на вопрос бессмысленный. Там можно совершенно неограниченный объем производить и списывать, потому что там склады взрываются, количество снарядов посчитать очень сложно и так далее. Там чистые госинвестиции. Госинвестиции это всегда очень удобно, потому что никто не считает возвратности, скажем, или разумности. Там принцип бюджетный, что в России, что в Штатах, условно говоря, состоит в том, чтобы на себестоимость сделать надбавку. А себестоимость можно раздувать как угодно. Себестоимость может быть какая хотите. 2, 3, 5, 10, 20 раз больше, чем на самом деле. Пойди посчитай. Классический пример, который мне когда-то рассказал специалист, о том, как для вертолетов в России лесенку, по которой пилот забирается в кабину, делали из титана. Почему из титана? Потому что самая дорогая лестница получается в мире, а еще плюс 10% надбавки к этому. И это же очень выгодно. Эти надбавки будут большими и хорошими. Плюс кадровый перекос будет вести к тому, что другой бизнес делать просто невыгодно, не хватает кадров. Недавно прошла информация, что в ритейле сейчас 30% вакансий. В Штатах. Все люди ушли в другие места. Инженеров будет не хватать в невоенном секторе. И рабочих будет не хватать в невоенном секторе. Менеджмента будет не хватать в невоенном секторе. То есть военный сектор сегодня – это второй нефтяной сектор для России, а скоро будет первый по зарплатам, по возможности зарабатывать и так далее. Но уж куда уж тут денешься. И от этого очень тяжело и отходить, и отвыкать. И очень многих людей нужно будет целовым образом отстранять от такой хорошей кормушки. Поэтому я не очень верю в то, что эти бюджеты могут сокращаться. То есть это будет такая неэффективная экономика, еще более неэффективная. И несмотря на то, что Белоусов пришел в Министерство обороны, как-то болячки этого Министерства обороны с взятками, коррупцией победить не получится. Ну, вот если вы внимательно слушали, что я говорил, я ведь ни слова не сказал про взятки и коррупцию. Все, что я сказал, это абсолютно как бы легитимные способы зарабатывать большие деньги. Без взяток и без коррупции. Но вы совершенно правы в том смысле, что поверх этого надо положить взятки и коррупцию. Еще разумеется, потому что, конечно, в любой государственной системе они есть, а исторически в России их очень много, они очень большие. И Белоусов даже, я не хочу предполагать его, так сказать, чистоту помыслов, да, я не знаю, но даже если его помыслы абсолютно чисты, то все равно он очень мало что может сделать с общей системой, да, потому что, ну как, он не может за всех проверить себестоимость, переписать ее и продолжить по этой себестоимости работать. Но не будут они работать по этой себестоимости, просто не будет выпуска, люди ему будут подробно объяснять, почему только в 10 раз дороже, почему никак иначе. Да, не может он проверить, если взорвался склад, это украинская ракета, или это просто надо было списать снаряд. Как он это проверит? Что он по этому поводу сможет сказать? Министр, хоть он там и большой начальник, но он все равно всего лишь человек, и я как менеджер с 30-летним стажем знаю, насколько менеджеры слабы, вообще говоря, и как мало они могут сделать с точки зрения контроля. Вот, поэтому даже если предположить, что он захочет, чтобы это было кристально чисто и невероятно эффективно, то все равно не думал, что у него много получится. В таком случае напрашивать следующее решение, так может быть, ну его этот рынок, и заставлять всех, как в советское время, из-под палки выполнять норму, а если не выполняешь, то, не знаю, расстрел, тюрьма? Ну, вы от меня хотите, чтобы я давал советы, которые сильно и бафами... Я просто пытаюсь понять, как дальше может развиваться событие. Я думаю, я думаю, что в Кремле отлично понимают, что вся их надежда на разницу между организацией хозяйствования в Советском Союзе и в Современной России. Советский Союз был организован через контроль над ценами, госзаказ и государственное планирование, и он не выдержал напряжения с падением цен на нефть и гонкой вооруживания. Причем не выдержал от слова совсем. Я не знаю, там, наверное, вы не помните, и, может быть, вы даже не родились в это время, а я в это время жил, и, так сказать, было нечего есть, было нечего одеть. В столице России, Советского Союза, стояли дикие очереди за костями с остатками мяса и так далее. И наверняка в Кремле понимают, что это произошло потому, что экономика была не саморегулирована. Саморегулируемая экономика, где есть достаточно большой пласт потребительских цен в формировании рынка и где есть более-менее свободное движение капиталов в низовых и в невоенных отраслях, она может быть бедной, но она не будет катастрофической. Она будет как-то себя сама, сказать, управлять и регулировать. Поэтому я не верю в попытку вернуться к госплану и регулируемым ценам повсеместно. Безусловно, чем дальше, тем большую долю от ВВП будет составлять бюджет. Конечно, и распределение, и все больше и больше сектора будут работать напрямую на государство и будет работать, соответственно, по государственному плану. Но низовое хозяйство останется квазирыночным. Думаю, что это можно сказать наверняка. По крайней мере, на ближайшие годы. Не даже не один-два, а годы. Будет ли это тем, так сказать, волшебным ключом к процветанию? Не будет, конечно, потому что там еще нужно добавлять кучу элементов других. Свободное движение капитала, инвестиции, низкие риски и так далее, и так далее, и так далее. Все, чего не будет в такой ситуации в стране. Но как-то удерживаться, как-то, так сказать, держать экономику в состоянии контента без тяжелых кризисов, пока нефть стоит дороже, скажем, 50 долларов за баррель, им вполне будет удаваться. Еще хотел уточнить. Я правильно понимаю, что этот бюджет так или иначе будет в будущем таким же проинфляционным, как и сейчас? И это значит, что ставки будут высокими, и это все больше и больше будет душить экономику. Я подозреваю, что да, потому что в конечном итоге на сегодня объем перераспределения без производства добавленной стоимости будет только расти. Вся военная промышленность не производит никакой добавленной стоимости, в принципе. Вот вы платите всем этим миллионам людей, которые на нее работают, деньги вы откуда-то берете, а сама эта промышленность не производит ничего того, что вы можете продать на рынке. Вы это можете складировать, вы это можете выстрелить куда-нибудь, вы можете кого-нибудь этим победить, но добавленной стоимости там ноль. Соответственно, производство товаров, которые нужно распределить на эту разданную стоимость, которую вы раздали зарплатами и прибылями тех, которые работают на войну, производство этих товаров у вас маленькое, у вас этих товаров не хватает. Пока у вас дорогая нефть, вы как-то это компенсируете просто доходами от нефти, на которые вы закупаете импорт. Если нефть будет более дешевый, компенсировать будет тяжелее. И вот эти все розданные большие деньги, они должны купить небольшое количество товара, которое у вас доступно. Поэтому, конечно, инфляция будет продолжать идти. То, что сейчас Росстат говорит про 8-9% инфляции, это, конечно, некоторое лукавство. При ставке 18-20% и инфляции 9% экономика бы чувствовала бы эту разницу, этот гэп. А поскольку мы видим, что и кредитование растет, и грех отчитывается радостно о росте инвестирования через банк и так далее, это значит, что инфляция близка к ставке рефинансирования. И эта инфляция будет сохраняться, пока у вас сохраняется конструкция большого непроизводительного перераспределения. А она будет сохраняться, пока у вас огромные бюджеты на оборону, прямые и еще большие косвенные. И плюс у вас там треть населения работает напрямую на государство. И, в общем, большая часть этого населения тоже ничего путного не производит, что можно было бы кому-нибудь продать. Поэтому вот как-то так, да, так сказать, проинфляционная конструкция будет, на мой взгляд, сохраняться. Получается, что военные траты на следующий год, если Блумберг прав, всего лишь проиндексировали на уровень инфляции. Там на 22% они растут. Ну, не так уж и много, как и могло. Тем более, что все говорили, что уже, в общем, все заводы и так заполнены на максимум. И новые заводы, очевидно, никто строить не хочет. Хотелось бы с вами также обсудить цену на нефть. Я знаю, вы не любите эту тему, потому что предсказывать стоимость нефти невозможно. Но, тем не менее, появилась новость, что Народный банк Китая объявил новую программу по как-то перезагрузке к своей экономике. Там будут и льготы, и какие-то поддержки. И нефть сразу на этих новостях прибавила 5 долларов. А верите ли вы здесь, что Китаю получится как-то вернуться в те темпы роста, которые были до ковида? И, ну, очевидно, это, наверное, подтолкнет стоимость нефти? Здесь, смотрите, здесь очень много проблем с этим. Во-первых, когда вы говорите о темпе роста, которые были до ковида, сразу возникает вопрос, о какие были темпы роста. Потому что то, что рапортует Китай, ну, я лично не вполне доверяю цифрам, которые рапортует. По понятным причинам. С одной стороны, это очень сильно регулируемая экономика, и статистика тоже очень сильно регулируется, и методов расчета может быть огромное количество. и так считать, и так считать, и учитывать вэлью, произведенное, скажем, Гонконгом, Тайванем, так, можно учитывать так, там могут быть задвоения, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому к этому надо относиться с осторожностью. Косвенные индикаторы, косвенно же показывают, что рост был не такой большой, как рапортовали китайские товарищи. Но, тем не менее, этот рост все равно был завязан практически полностью, на два фактора. Это большое, неэффективное и непродуктивное с низким мультипликатором, опять же, строительство инфраструктуры, и экспорт в Америку, ну и, соответственно, в страны, так сказать, Америки, и в Европу, и, соответственно, в страны периферийной Европы тоже. Экспорт, как минимум, стогнирует в развитый мир, и, в общем, может сокращаться, да, и, скорее всего, будет дальше сокращаться. Не очень сильно, да, экспорт остается очень большой, да, но, тем не менее, он не растет, таким образом, не давая китайской экономике расти активно. Строительство инфраструктуры пришло к определенному тупику, потому что сейчас расходы на ненужную инфраструктуру начинают тянуть Китай сильно вниз и назад. И такие вещи себе уже позволять невозможно. С инфраструктурой допущена куча ошибок, а они выражаются и в том, что мы видим сейчас города-призраки стоящие, и в том, что очень много потерянных рабочих мест, и в том, что банкротятся девелоперы, и они продолжают банкротиться, и в огромном навесе муниципальных долгов и корпоративных долгов, которые тоже как-то надо расшивать. И, в общем, в Китае, конечно, понимают, что те драйверы, которые использовались для роста, они во многом исчерпаны, и других драйверов нет. И что делают сейчас китайцы? Они делают, естественно, единственную вещь, которую они могут. Они пытаются смягчать монетарную и экономическую политику и выдавать на гора больше денег в экономику для того, чтобы пытаться подстегнуться к экономику к росту. Мы видели по Америке, что это не самый эффективный способ. Создать можно проблемы, и создать быстрый рост экономики достаточно сложно. Не думаю, что Китаю удастся выбираться за 5% в ближайшие годы. Не думаю, что через несколько лет ему удастся выбираться за 4% роста. Рост падает. Опять же, встретимся через 3 года и поговорим о новых условиях. Мы не знаем, что будет через 3 года. Вся экономика может поменяться. А уж через 10 лет тем более. Но пока, если посмотреть даже на график инвестиций внутри китайских, то это просто такая почти прямая идущая вниз. И темпы роста отрицательные уже достаточно давно. Что с одной стороны хорошо, потому что перегрева не будет. А с другой стороны это транслируется через короткий цикл, транслируется в рост. Уп, отрицательный. И поэтому я думаю, что Китай, да, Китай идет потихоньку к стагнации. Кто-то поговаривает о японском сценарии уже. Там понятно, что очень много разных компонентов и разных факторов с его Японией и Китая. И нельзя в точности говорить просто о японском развитии событий. Но тем не менее, в этом есть некоторая сермяжная правда. Действительно, Китай тормозится и пока непонятно, где он найдет новые триггеры для роста. Значит ли это, что он потянет за собой вниз стоимость нефти? Нет, не значит. Стоимость нефти зависит от кучи разных факторов. И картель, в общем, научился ее достаточно эффективно контролировать в последние 10 лет. В отличие от того, что было в 2008 году, например. И поэтому я скорее выступаю с позицией людей, поддерживающих стабильность стоимости. Цены на нефть там диапазон, словно говоря, 70-85 долларов за баррель. Может быть, ближе к 70, учитывая ситуацию на рынках. Но тем не менее, наверное, каких-то провалов сейчас ждать не приходится. Сейчас, в ближайший, скажем, год. А что будет дальше, мы про нефть никогда не можем сказать точно, потому что это очень был активный актив. И малейшие изменения спроса, предложения и композиции могут вызвать серьезные изменения в цене. Да, но так уж получилось, что на век Владимира Путина нефть вышла либо очень дорогой, либо в плюс-минус стабильной. И за счет этого довольно многое держится. Но вот вы сказали уже про картель ОПЕК-плюс. Если бы мы с вами еще недели три назад говорили, тогда настроения были панические, потому что Brent ушел ниже 70, Eurals меньше 60 был. И тогда говорили, что и Норвегия, и Канада, и Америка начали увеличивать производство и брать свою долю на рынке. И вот здесь хочется понять, получится ли другим странам как-то победить вот этот картельный сговор, или все-таки ОПЕК-плюс сильная, непоколебима? Вы знаете, здесь ведь какая проблема? Для того, чтобы кто-то победил картельный сговор, он не должен быть достаточно силен, не только достаточно силен, он должен быть в этом еще и заинтересован. Как показывает банальное рассуждение, не только практика, в победе над ОПЕК заинтересованы страны, которые нефти не производят. Потому что они нетто-покупатели, и чем дороже, тем для них хуже. Страны, которые нетто-экспортеры, типа Канады, условно говоря, они вот дорогие цены на нефть только бенефицируют. Экспортируют они сравнительно мало по сравнению с общим рынком экспорта, поэтому увеличение или уменьшение их экспорта на цену сильно не повлияет индивидуально. А чем дороже нефть, тем они больше заработают. Поэтому их интерес это сохранять свои объемы производства и наблюдать за тем, как нефть дорожит. Поэтому здесь такого прям жестокого сопротивления нет. Сопротивление может приходить на низовом уровне. Вот когда мы говорили про начало развития сланцевой индустрии в Америке, когда предприятия были сравнительно маленькими, их было много, то каждое маленькое предприятие, понимая, что оно прайстейкер фактически, то есть даже если оно удвоит свою добычу, то цена на нефть останется на рынке такой же, стремилось увеличить добычу, потому что это транслировалось напрямую выручку и в прибыль. Сейчас за последние 10 лет в Америке произошла большая консолидация. Крупные компании стали добывать сланцевую нефть и крупная компания уже в каком-то смысле становится прайсмейкером. Они уже могут считать изменение цены в зависимости от изменения своего производства. И здесь эти подсчеты показывают, что пока цена держится в диапазоне 70+, им невыгодно наращивать производство, потому что они могут эту цену сорвать вниз и общий доход станет меньше. Тем более, что сланцевая нефть там же запасы не очень большие на каждом месторождении, поэтому вы всегда думаете, хочу ли я увеличить продажи, снизить цену и быстро продать все по сниженной цене, или я хочу то же самое распродать, но немножко дольше и по более высокой цене. И при низких ставках рефинансирования, при низких ставках кредита, а сейчас ставки пойдут вниз, они уже начали идти вниз, конечно, выгоднее продавать дольше. И поэтому тоже никто не рвется сильно увеличивать добычу. Дональд Трамп говорил, по крайней мере, что один из его планов заключается в том, чтобы создать льготный режим для нефтяных компаний и сделать таким образом дать ему выгоду от более быстрой продажи своей нефти, более быстрой добычи. И тогда якобы, по словам Дональда Трампа, они станут больше добывать, больше продавать, и цена на нефть упадет, и это будет полезно для всей американской экономики не нефтяной. Здесь есть проблемы, связанные просто с возможностью логистики, а может ли Америка добывать и продавать настолько больше нефти, чтобы существенно понизить эту цену, и это было выгодно. Для меня это вопрос, я не могу ответить на этот вопрос. что нет, просто нет таких мощностей для транспортировки, для хранения, для экспорта и так далее. Но здесь лучше поговорить с экспертами по нефти, которые лучше меня понимают в этом вопросе. И хотел еще про Китай уточнить. Я правильно понимаю, что все-таки Китай попал в эту ловушку, ну, давно как будто в ней уже находится, развивающихся стран, которые не могут сделать какой-то качественный рывок для того, чтобы стать развитой такой страной, как также Япония, Америка и тому подобное. И, как мне видится, в первую очередь проблема как раз политическая здесь. Ну, смотрите, это же очень сложная тема. Легко сказать политическая проблема. Естественно, конечно, государственное регулирование избыточное и большая доля государственных инвестиций, большая доля государственного контроля над предприятиями и в первую очередь над системообразующими инфраструктурными предприятиями, конечно, мешают. Есть хорошая научная статистика, показывающая, как это мешает. Но государственное регулирование в Европе, например, сейчас, оно уже ничем не лучше китайского, оно очень часто хуже китайского. Плюс еще, скажем, европейское налогообложение, оно работает депрессивно в значительно большей степени, чем китайское налогообложение. То есть здесь много о чем можно разговаривать и ответы наши будут неоднозначны. Но вот что реально мешает странам типа Китая, это то, что их преимущество перед производителями, скажем, в развитых странах целиком и полностью состоит в низкой себестоимости и больше ни в чем. А низкая себестоимость держится прежде всего на низкой стоимости труда. А низкая стоимость труда транслируется прежде всего в низкое потребление внутреннее. А низкое внутреннее потребление делает страну полностью заложником внешнего экспорта с точки зрения своего развития. То есть если у вас внутри потребление низкое, то для того, чтобы вы могли показать высокий ВВП, мы должны очень много продавать. А чтобы очень много продавать, нужно, чтобы у вас были покупатели, которые много покупают. А спрос насыщен и конкурентов очень много. Америка и Европа давно уже не покупают с каждым годом больше и больше. И наоборот думают о том, как покупать меньше, и как покупать у других поставщиков, и как покупать у самих себя, в том числе за счет внутренних льгот. И в этом смысле вы упираетесь, вы оказываетесь в положении, грубо говоря, компании, которая производит некий продукт и производит его и продает на рынке только потому, что платит своим работникам мало. И потому, что она платит своим работникам мало, работники у самой компании ничего не покупают, потому что работники бедные. А внешний рынок определяет, сколько он хочет купить. Вот ваш потолок, все, так сказать, дальше вы не можете никуда двинуться. И здесь какая бы у вас ни была политика, кто бы ни сидел у вас в парламентах и правительствах, какая бы ни была у вас финансовая система, какие бы у вас ни были налоги, пока вы вот эта вещь не разошьете каким-то образом, пока вы не сможете найти путь, какую-то тропинку к своему внутренней потреблению, а пожертвовав при этом частично внешними продажами и экспортом, потому что у вас вырастет себестоимость, вы не сможете найти путь своего собственного развития. И Китай пока эту тропинку не находит. Он пытался построить ее через развитие инфраструктуры директивное, внутреннее, где потребление директивно определялось государством, а не людьми, но оказалось, что это не работает, потому что инфраструктуру вы построить можете на госзаказе, а дальше использовать ее все равно будут те самые люди, которым нечем за нее платить. И это пришло в тупик, это ушло в никуда. Теперь дальше нужно либо развиваться как-то экстенсивно, осваивая своими инвестициями новые территории, какие-то новые страны еще менее развитые, чем Китай, либо нужно находить вот тот самый какой-то непонятный для китайцев сегодня красивый способ роста собственной себестоимости без потери роста ВВП. Ну и я ни одной книги не читал по тому, как это сделать. Честно говоря, никому не приходит в голову эта блестящая идея. Ни одного политического выступления не слышал и не видел на эту тему. И по действиям китайцев я вижу сейчас, что они пытаются просто заливать бензином огонь, добавляя деньги и мягкости монетарные в свою экономику для того, чтобы хоть как-то продержать рост на фоне кредитного стимулирования потребления. Но кредитное стимулирование потребления штука страшная. Если у вас нет устойчивой базы заработка, базы получения доходов населения, то стимулирование кредитного потребления приводит только к одному, к масштабному кризису в будущем. И мы это видели в Корее, когда они еще в свое время не сформировали свою базу. Мы это видели в куче других стран. И то же самое случится с Китаем в конечном итоге в этой ситуации. И это будет на фоне вывода иностранных инвестиций продолжающегося, на фоне сокращения инфраструктурной базы, на фоне сокращения внешнего потребления очень тяжелого. Когда, не знаю, ни сегодня, ни завтра. У Китая еще есть большое пространство здесь для того, чтобы двигаться вперед. Но все равно рано или поздно в стенку они ударятся здесь. Ну и, конечно, не исключен вариант, что в какой-то момент кому-то удастся сформулировать стратегию, которая позволит Китаю по этой дорожке пройти. И тогда это будет абсолютно новая ситуация, о которой мы будем говорить с вами заново. Про инвестиции в Россию хочется с вами поговорить. Казалось бы, новость такая мелкая, но зацепила мой глаз. Крупнейший иранский производитель бытовой техники компания Entek Hub Group ведет переговоры о покупке завода холодильника в Татарстане. Об этом пишет газета «Коммерсант». У нас принято говорить, что пока Россия воюет, вряд ли кто-то будет в нее особо инвестировать. Так, может быть, мелкие какие-то деньги пойдут из Китая. Ну, ничего особенного. А вот здесь Иран. Иран, в общем-то, в такой же опале, как и Россия. Насколько здесь возможно сотрудничество и, возможно, у вас был какой-то опыт общения с иранскими инвесторами? Каковы они? Смотрите, иранские инвесторы в еще большей степени, чем российские инвесторы, находятся под акциями, под ограничениями. И поэтому говорить с иранскими инвесторами более-менее бессмысленно с точки зрения взаимодействия на глобальных рынках. Иран живет в этой ситуации очень давно. Иран давно уже живет на неформальной системе денежного обращения типа хавалы. Иран давно уже не в состоянии участвовать в мировом глобальном рынке инвестиций прямыми, не серыми методами. И поэтому, ну, о чем тут говорить? С точки зрения как бы нормального рынка Ирана нет. С точки зрения российско-иранских отношений, ну, естественно, в Иране генерируются какие-то добавленные стоимости. И где-то их надо использовать. И покупка завода-холодильников в Торстане вполне возможно. И в том числе возможно потому, что России капитально не хватает сейчас инвестиций. И естественным образом. Потому что Россия тоже находится сейчас за завесой. Но надо учитывать только, что Иран, вообще говоря, очень небогатая страна. При примерно до 80, по-моему, миллионах населения, там, меня поправят внимательные зрители, если я не прав, у Ирана ВВП меньше, чем у Израиля. Где-то там 6 тысяч долларов на человека. И то этот ВВП неизвестно, как посчитано. Неизвестно, какая доля в нем не производительная. Понятно, что Иран нефтяная страна. И он поставляет нефть, в том числе, в Китай. И выручается валюта, которую надо как-то использовать. И особенно ее нигде не используешь, потому что санкции. И ее можно использовать на скупку предприятий в России. Но все равно масштаб этого будет, конечно, очень маленький. Это несерьезная страна-инвестор, на которую можно было бы рассчитывать при будущем анализе инвестиций в Россию. Это не Китай, конечно. И уж если говорить о том, что кто-то может инвестировать в Россию, то это, конечно, Китай. А вообще, я вам должен сказать, что сегодня самый главный спонсор инвестиций в Россию – это Евросоюз. Евросоюз сделал для того, чтобы капитал инвестировался в Россию намного больше, кого бы то ни было другого в последние годы, особенно после начала войны. Все тотальные, огульные и неоправданные запреты на движение денег россиян и российских инвесторов из России вовне сохранили внутри России и привели в Россию гигантское количество денег. В этом смысле членам Еврокомиссии, депутатам Европарламента и лидерам европейских стран можно было бы просто выдать, мне кажется, звезезду героев Советского Союза, героев России. Потому что они сыграют огромную роль. Но это все свои же деньги. Это не безусловно, но это те деньги, которые, исходя из российских рисков, исходя из российского регулирования экономики и исходя из российских инвестиционных перспектив, по всем законам физики должны были оказаться вне России. И они вне России не оказываются. Они все больше и больше степени запираются внутри России, а нефтяные доходы приходят. Поэтому в данном случае можно считать, что лучшими инвесторами являются политики и европейские дипломаты. И европейские санкции. В конце хотелось бы обсудить с вами Павла Дурова. Уже, наверное, больше месяца прошло после его задержания и домашнего ареста. И сейчас мы видим, что Телеграм так или иначе идет на сделку с европейскими странами. И параллельно мы видим, как происходят проекты, так или иначе связанные с Телеграмом. Не знаю, тапали ли вы хомяка или нет, но очень многие тапают. И конкретно, когда мы сейчас с вами записываем эту программу, очень многие люди пытаются вывести деньги из криптокошельков. Потому что вот этот хамстер Coin, он стал доступен, его выводят. Это обваливает Телеграм. Ну, в общем, две такие истории. С одной стороны, Телеграм становится менее анонимным. С другой стороны, очень много успешных проектов. Хотелось бы понять, как вы смотрите на эту кампанию. Что ее дальше ждет? Насколько это прибыльная инвестиция может быть? Ну, смотрите, говорить про инвестицию можно тогда, когда у вас есть возможность инвестировать. Телеграм все-таки компания частная на сегодняшний день. Ну, я к тому, что Тонкоин можно купить и это, скажем так, будет вложение в эту криптовалюту через Телеграм. Тонкоин можно купить, но я ничего не могу сказать относительно того, какие у него перспективы. Потому что за ним не стоит актив, который должен приносить прибыль. Это просто некоторое средство хранения стоимости и платежа. Оно ничем не обеспечено, в принципе, вообще. Кроме декларируемого интереса в будущем пользователя Телеграма рассчитываться внутри Телеграма. При этом мы понимаем, мы видим по тому, что случилось с Павлом Дуровым, как легко государства решают свои проблемы, которые возникают. И если у кого-то возникнет проблема с Тонкоином как со средством расчетов, то на завтра его не будет или на завтра оно будет работать совсем не так, как вы предполагали. Играть в игры с государствами не стоит. Это всегда плохая игра, вы всегда проиграете в конечном итоге. И с западными государствами в том числе. Это иллюзия, что на Западе такой, так сказать, примат красивого древнеримского права. И вы можете прийти к, не знаю, министрам или президентам западных стран и сказать, ай-яй-яй, так делать нельзя, они скажут, ай-яй-яй, мы так делать не будем. Ничего подобного. Западное право красивое, сложное, витиеватое, прописанное во многих деталях и с разных сторон, тем не менее допускает толкование. И в последнее время мы видим, как легко руководство стран толкует это право так, как им удобно и угодно. Да, поэтому я даже не буду сейчас дискутировать вопрос там, что находится в правом поле и что нет. Просто надо понимать, что если кто-то решит, что то он не нужен человечеству, то то он и не будет завтра. А если кто-то решит, что он должен стоить в пять раз дешевле, то он будет стоить в пять раз дешевле. Поэтому я совершенно не могу здесь давать никаких советов и ничего оценивать. Я не знаю, что будет с ним происходить. Это инвестиция абсолютно на свой страх и риск, который каждый делает. И, может быть, люди много заработают. Я понятия не имею. Да, ну а сам Telegram дальше будет существовать и развиваться такими темпами, как он развивался по привлечению аудитории, с учетом того, что теперь придется выполнять какие-то ограничения? Ну, вот по моим косвенным данным, Telegram все еще неприбыльная компания. Это тоже надо учитывать. Даже с точки зрения как бы анализа этой компании, да, это очень интересная компания. Этот мессенджер используется очень активно. Очень активно он используется, кстати говоря, в России, в Иране, да, еще в нескольких странах, которые не очень любят на Западе. Да, и поэтому вполне возможно, что то, что сейчас происходит, только первая ласточка. Да, дальше будут больше ограничений, дальше будут какие-то, возможно, даже санкции в какой-то момент и так далее. Мы не знаем, да, мы вообще не знаем, что будет. Вот. Но там система хорошая, система удобная. Оценивать долю наркотрафика в Telegram я, как вы понимаете, не могу. Я понятия не имею, какая она. Тот факт, что он сейчас будет, видимо, уходить. Видимо, будет уходить в связи с тем, что Telegram попал под достаточно пристальный контроль. Остального трафика там, на мой взгляд, тоже вполне достаточно. У нас есть свой канал в Telegram, например, как у компании. И мы знаем кучу других хороших каналов. Так что я, в целом, к Telegram отношусь очень положительно, но говорить про его экономические перспективы, на мой взгляд, совершенно бессмысленно сейчас. Подписывайтесь на Telegram-канал Movchans Daily. Прорекламирую. Можете и на мой подписаться «Экономика русского эмигранта». Это был Андрей Мовчан, финансист и основатель группы компании по управлению инвестициями Movchans Group. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Всего хорошего. До свидания. Это была программа «Курс по традиции». В конце выпуска попрошу поддержать нас лайком и подпиской. Ну и приходите в 6 часов вечера. Будем подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем пока-пока. Берегите себя. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok